Вашингтон 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 Молодой политик, родился в Москве, живет и учится в Бельгии. Он борется за интересы русских соотечественников за рубежом. За все 15 лет, которые я здесь находился, я все время слышал только одно, что вот в России, главным образом, вы на бед, на ужин, там, вот, едите пельмени, пьете водку и ничего не делаете. Хотя, на самом деле, это совсем не так, среди молодежи это уж точно. Андрей успешен, социально-политически активен, живет в Бельгии с 4 лет. Здесь у него есть квартира, машина, работа. Все, о чем только может мечтать русская молодежь. Но по-прежнему своим домом он считает Россию. Все равно чувствуешь родник России за счет того, что, если, для того, чтобы, я скажу так, для того, чтобы чувствовать себя бельгийцем, для этого нужно вот именно родиться здесь. Ну, здесь как-то не то, все равно, дома лучше. Просто многие люди, когда приезжают, они вначале думают, вот, классно, да, живется здесь. А потом, в основном, те, кто долго живут уже, они понимают, что дома все равно это лучше. Вадим Валеричев, если можно так выразиться, простой бельгийский парень. Его родители работали здесь, сейчас уже уехали на родину. Вадим учится в университете и подрабатывает на жизнь в магазинчике шоколада. Здесь он тоже не первый год, но сладкой жизнь в Бельгии не назовет. После окончания учебы он мечтает вернуться на родину. По официальной статистике в Бельгии сегодня проживает около 40 тысяч выходцев из России. По неофициальной наших соотечественников здесь два раза больше. Коренное население Бельгии – валоны и фламандсы. Здесь также много итальянцев, марокканцев и французов. Увидеть русский Брюссель в Лицах мы смогли 4 марта. Выборы президента России состоялись в этот день и на территории российского посольства в Бельгии. Вы же далеко от родины находитесь. Мы же вернемся, а потом какая разница, все равно же мы россияне. Что же страна наша безразлична? Мы находимся на избирательном участке 5028. Брюссель, улица Дефре, 66, российское посольство. Как вы видите, здесь очень оживленно. Огромное количество россиян желает принять участие в выборах президента Российской Федерации. Сегодня уже здесь приняли участие в голосовании более 500 человек на 13 часов дня. Казалось бы, что для них в большинстве своем эмигрантов, давно живущих в Бельгии, этот выбор. Но именно благодаря им понимаешь, что большое видится на расстоянии. Может быть поэтому в привычной для нас россиян очереди не было привычного раздражения, а наоборот необъяснимое ощущение праздника, смесь гордости, радости и возбуждения от значимости мероприятия. А еще чувство Родины с большой буквы. Пришел на выборы, потому что считаю, что каждый гражданин России обязан не просто долг, а это его обязанность, чтобы в будущем было все понятно. Итоги российских выборов на следующий день волновали не только российские СМИ. Бельгия – юридическая столица Европы. Свою оценку главного политического события России в этот день дала Европейская комиссия, высший орган исполнительной власти Евросоюза. Задача Еврокомиссии – координация работы органов исполнительной власти всех стран ЕС для выработки единой экономической, военной и культурной политики, а также контроль за соблюдением прав и свобод человека. Именно права и свободы русских, официально не состоящих в Евросоюзе, волновали в эти дни журналистов Европы. Я думаю, что российские выборы действительно странные. Люди в России не могут по-настоящему решать, а Европейского Союза нет возможности обязать Россию, например, исполнять все нормы прав человека. Кажется, что у россиян действительно нет выбора, нет свободы выражения, нет свободы прессы. Журналисты в Европе имеют не только больше прав, но и больше возможностей. Только в Еврокомиссии зал для пресс-конференции рассчитан на 294 человека, а в пресс-центре смогут одновременно работать около 400 журналистов. В Брюсселе, я думаю, что самый большой корпус журналистов в мире, даже больше, чем в Вашингтоне, больше, чем тысяч журналистов аккредитированы здесь в Брюсселе. Журналисты стремятся быть в центре событий. Здесь, в Брюсселе, расположены 4 из 7 институтов европейской власти. На город с населением чуть более миллиона человек, почти треть – иностранцы. 40 тысяч из них – служащие разных инстанций Евросоюза. 4 тысячи – сотрудники НАТО. Следуя этому указателю «Тамного» мы попадаем в святая святых мировой безопасности – штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Сегодня там состоится встреча представителей Северного Арктического Федерального Университета и сотрудников отдела общественной дипломатии Североатлантического Альянса. Запланировано также общение с представителями русской миссии в НАТО. Ключевая тема разговора – взаимоотношения России и НАТО, мифы и реальность. Общение будет в режиме «off record», что означает «без записи». На входе вся звукозаписывающая и снимающая аппаратура будет сдана. Увидеть своими глазами, как делают новости, удалось еще в один из дней. Экскурсия на РТБФ – один из официальных бельгийских телеканалов, как российский первый или второй. Это уникальный шанс заглянуть за кулисы европейского телевидения. Оценить технические возможности аппаратных, монтажных и телевизионных студий могут только телевизионщики. Зато и непосвященным будет ясно, какой подарок нам сделали на ТВ, где говорят исключительно на французском. Почувствовать истинный вкус и дух Бельгии. Увидеть своими глазами главные достопримечательности королевской столицы. Студенты и сотрудники САФО успевали только после окончания учебного дня. Это исторический центр Брюсселя, площадь Гран-Пляс, одна из красивейших городских площадей Западной Европы. В этом доме жил Виктор Гегом. А вот здесь, в окне справа над входом, можно было увидеть Карла Маркса. Он некоторое время здесь работал. Это здание городской мэрии. В общем-то, свою историю хранит каждое здание на этой площади. Многое видели камни, которыми вымощена эта улица. Вот этот кирпичик имеет название Паве де Брюссель. Это один из символов бельгийской столицы. Считается, что каждый истинный бельгиец рождается с таким кирпичом в желудке. Это футуристическое сооружение называется Атомиум. Оно было построено в 1958 году в Всемирной выставке Экспо. Оно должно было знаменовать собой познание человеком строения атома. В общем-то, это увеличенное в 165 миллиардов раз молекула железа. 9 шаров, облицованных алюминием, связывают 20 трубок. Атомиум постоянно проводит экскурсии. Сразу после выставки Экспо 1958 года атомиум хотели снести. Однако бельгийцы настояли на том, чтобы она осталась. И сегодня это одно из самых популярнейших мест у туристов. Бельгия – страна шоколада. Но еще, по утверждению бельгийцев, только здесь варится самое настоящее живое пиво. Мы нашли местечко в сердце Брюсселя, где можно удивиться даже самому искушенному любителю пенного напитка. Здесь можно попробовать более 450 видов пива. Бонжоу! Бонжоу! Здравствуйте! Михаилов Техари начал варить пиво 8 лет назад. Сегодня он владелец пивоварни и магазина. У меня миллионы бутылок со всего мира. Я говорил вам, чтобы заниматься этим бизнесом, ты должен быть сумасшедшим. Сходить с ума по пиву. И я такой. Бельгийцы не просто любят пиво, а не философы этого напитка. Настоящее бельгийское пиво исключительно бутылочное. Аббатские ели, пшеничное, ламбрик, гёс, крик – у каждого свой особенный, ни с чем не сравнимый вкус. Я сказал себе, что должен сделать что-то новое, особенное и навсегда. Это пиво уникальное в мире. Из-за 10 различных ингредиентов у него вкус и аромат всех видов пива, которые вы можете себе представить. Какой рецепт у этого пива? Это секрет. Пиво – сокровище Бельгии, поэтому каждый пивовар держит его в тайне. Вы можете убить меня, но я не раскрою вам секрет пива Миокульпа. Бельгия – родина не только пива. Эта маленькая страна стала родиной картофелью фри и шоколадным конфетам. И все это продается буквально на каждом шагу. На улицах Брюсселя всегда можно купить знаменитые бельгийские вафли или, как их здесь называют, гофре. Это шоколадный магазинчик «Нейхаус» по имени бельгийца, создателя первой шоколадной конфеты с начинкой. Он работает с 1857 года. Но главным символом Брюсселя является писающий мальчик. По легенде, именно таким способом он спас город от пожара. Финалом недельной стажировки для журналистов, кроме уникальных знаний, ярких впечатлений и полезных знакомств, стало вручение дипломов из рук президента Европейской медиа-академии. Человека, который уже несколько десятков лет языком киноискусства и телевидения, рассказывает о Бельгии для русских и о русских в Бельгии. У нас еще есть самая ценная наша награда. Это награда «Золотой ники», которую нам дала организация под названием «ЮНЕСКО». Это международная организация, которая заведует культурой, курирует культуру от Организации обмененных наций. Мы получили этот приз за лучший фильм о русских женщинах, живущих за рубежом. Я горжусь тем, что у нас есть эта награда. Ну, не совсем потому, что ее сделал Церетели, а потому, что фильм хороший получился. Теплый, душевный какой-то. Я счастлив, что я написал сценарий для этого фильма. Я счастлив, что я снимал этот фильм. И я счастлив, что мы послали этот фильм королю Бельгии. И король всех бельгийцев Бодоин ответил нам письмо, с которым их величество очень обрадовался то, что в России есть такие люди, которые снимают про тех, кто живет в Бельгии, и что в Бельгии есть такие люди, которые интересуют нашу страну и становятся как бы всеобщим символом добра на земле. Город, площадь которого всего 161 квадратный километр. Но его политическое значение сравнено с Шестоном и Москвой. Это столица страны, официальному статусу которой нет еще и 200 лет. Город с большой историей и великой культурой. Сегодня здесь живут потомки Мушкина и еще около 20 тысяч русских.